Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю беседу о делах насущных. Мы уже знаем об осознанности, и это многомерное восприятие высших миров от пятого и выше. Мы уже знаем о сознании человека, и это мост между измерениями или четвертое измерение. Когда человек в сознании и понимает, что делает и зачем. И знаем о коллективном, бессознательном, когда человек по сути спит, то есть он действует как толпа, как большая часть коллектива на сегодняшний день хаотическая и малопонимающая, что происходит на земле. И если коллектив воюет, то и такой человек тоже воюет. И эта война сначала в голове, а потом выливается наружу. И это ведет к быстрому разрушению. Также мы уже понимаем, что если человек в высшем своем состоянии, то он действует из программ во благо себе и всем. То есть он созидает. Если человек на мосту четвертого измерения, то он действует во благо себе, исключая собственное разрушение и вредоносное поведение и устремлен к свету, оставляя мир борьбы позади. Если человек еще в коллективном бессознательном, то есть во тьме, то он действует из программ больше разрушающих. Не потому, что он плох, а потому, что еще нет опыта вовремя остановиться и переосмыслить. И в итоге авария. И это очень похоже, как учится вождению на автомобиле. Неумелая жизнь. Или это очень похоже, когда водитель, ведущий автомобиль на дальние расстояния, выпьет где-нибудь на остановке уставший кофе и продолжает вести автомобиль. И если это особенно ночью, то после 15 минут приема кофе засыпает и попадает в аварию. Ни в коем случае не нагнетаю. Скорее наблюдение. Вот так сейчас действуют на мировой сцене разные сознания. Да, никто не лучше и не хуже. Просто на Земле не признано почитание опытных мастеров света. Наоборот, им доказывают неразвитые умы, что пора заняться делом, а не бездельничать, то есть воевать. Но не все так плачевно в нашем королевстве. Пришли на Землю мудрые дети. И с 2000 года они уже достаточно ментально созрели. То есть мы все умеем считать, это где-то сейчас 22 года по максимуму. Или меньше, чем 22. Но есть одно но. Они же получили старое воспитание. И теперь им необходимо перестраиваться на личную осознанность. И уже в этом 2022 году идет активно этот процесс. Поэтому необходимо для завершения помогать этой молодежи формировать вокруг себя благоприятную сферу. Да, мы вполне можем дружно пожелать или сформировать большой группой осознающих золотую сферу гармоничной событийности вокруг каждого рожденного после 2000 года. Им сейчас очень нужна земная поддержка или поддержка земной семьи света. Вот если вы мне сейчас скажете так это можно разместить вокруг каждого человека, то я вам скажу фокус внимания, то есть как луч, как лазер конкретно для определенных целей. Также мы вполне можем во время полнолуния и медитации к района предлагать им находиться в комнате вознесенных мастеров и принять участие в трансформации в кресле этой комнаты. Ничего страшного, что полнолуние уже практически завершено. Можно обозначить, что в следующее полнолуние прошу разместить комнату вознесенных мастеров и трансформационное кресло для всех земных молодых мудрецов, рожденных после 2000 года с к районом. Это заявка. Сегодня вы в любой момент своей жизни можете подать заявку о своих нуждах во Вселенную. Нас даже просят об этом, потому что без нашей просьбы нам не помогают, дабы не нарушать закон свободной воли. И пора уже отнестись трепетно, с уважением и почитанием к своим действиям, к своим чувствам, к своим мыслям и тем более к своему духу. Они божественны. Мы все создаем вместе с высшими цивилизациями и с землей, вернее, с ее малыми строителями форм. И это все просто. Если вы спите и в вас нет солнца духа или вашего сияния, то тогда, извините, вами управляют. Если вы пробуждены и в слиянии, в осознающем сиянии, то вы управляете сами своей жизнью и сами формостроите. То есть вы в сиянии. Когда вами управляют достаточно долго, то вы доходите до полного саморазрушения. Когда вы управляете, то доходите до полного созидания. А делают это все стихии. Поэтому вам кажется, что есть враг. Но этот враг в ваших головах и как только мы прозреем поймем это, то тогда в тот же момент все начнет меняться в мире вокруг вас. Да и для тех, кто уже осознан, тоже нет предела. Активное творчество открывает все новые и новые двери. Твори в свободном полете мысли во благо себе и всем, что пожелаешь. Далеко не на каждой планете возможно такое активное творчество. Вернее на редкой. Земля это библиотека вселенной и об этом можно прочитать в книгах Барбары Марсиняк. Нам уже давно подготовили почву для нашей осознанности и переход мог быть на самом деле любой, но мы сами, вернее наши души наши сознания выбрали плавный переход для того, чтобы как можно больше душ прошли этот путь и даже те, кто уходит сейчас с планеты, но он осознан, они все равно попадают по закону соответствия в миры света. Кто нет, продолжают свое обучение до тех пор, пока не осознают себя в ответственности за свою жизнь. Кто остается здесь на планете, продолжают свое обучение до тех пор, пока не осознают себя в ответственности за свою жизнь. Это же закономерно. Для чего дано это разъяснение? Для того, чтобы не усугубляли трагизм неосознанных и непробужденных. Зачем? Всему свое время. В итоге они все равно пробудятся и осуществят свое путешествие в мирах и, скорее всего, вы снова встретитесь и снова пройдете новый путь становления и новый путь на новых спиралях развития. Не ограничивайте себя трагизмом, он иллюзорен. Наше земное путешествие это всего лишь этап в большом постоянно разворачивающемся глобальном действии на сцене мироздания. И для тех, кто уже осознан, война в головах завершилась и они строят уже новый мир. Да, пока еще это конструкции и до конца не проявленные, например, Алтай, но уже ощутимые энергетически. И в этом новом стоит жить и им стоит впечатляться и якорить свои новые прекрасные образы мирной земли. Это и есть победа или завершение большой игры. Это и есть пробуждение. Это и есть победа света. это и есть проявление вашего земного предназначения в единстве душ. Но у всех свои уникальные роли то, что может сделать один другому не под силу. Вот и действуйте дружно во благо себе и другим в своей уникальности вместе с Солнцем и Венерой весь октябрь на связи с планетой Земля. Мы все здесь не случайно. Мы сотворцы нового мира. И по сути он уже совсем скоро проявится как фотография. Просто не спите и желайте увидеть все своими глазами. Но это проявление неизбежно. Да знаю, что кто-то скажет, что она это все придумала. Я скажу, что я согласна придумала. А зачем мне тратить свои силы на сопротивление? Но посмотрим, как мое придумывание синхронизируется с замыслом Творца. И у меня есть все шансы увидеть воочию, как это произойдет. Потому что мои двери доверия для любви открыты. А те, кто еще спорят и находятся в колебаниях, да или нет, то они упускают все космические шансы пробуждения и подъема и не только тормозят процесс раскрытия или фрактализации и кристаллизации, но и сами не выполняют свое земное предназначение. И вполне возможно, для них будет закрыто проявление высших миров на земле. Они не смогут увидеть все сами. А если даже и увидят, то по закону соответствия не смогут находиться в мирах света божественного. А таких можно сказать фома неверующие. Но, дорогие друзья, ну было бы очень просто все, если бы вот сейчас раз, два, три, и человечество проснулось. Ведь мы с вами живем на земле, которая является школой мучительного выбора пар противоположностей. Поэтому все здесь так сложно, поэтому все здесь так запутано, чтобы мы с вами распутывали эти хаотические энергетические волны через свое любящее сердце, через свое доверие, через собственную проницательность. Хотела сделать небольшой ролик. И, как всегда, копнешь и уже копаешь, нырнешь и уже глубже и глубже до новой воды, до источника, до любви к себе и другим. до мира на земле. Истина в нас самих на невероятной глубине, в доверии к мирозданию, доверию ко всем процессам, происходящим в мирах. Но опять вот легко поговорить и трудно сделать. Я сторонник того, чтобы у каждого человека было собственное восприятие, собственные новые чувства, собственные новые мысли, формы. И хорошо, если они синхронизируются с большими процессами в космосе. И хорошо, когда мы с вами находим какие-то ноты общего звучания. то есть идет такая можно сказать космическая притирка, космическое принятие всего во всем. Поэтому хочется сказать, что шансы есть у всех, абсолютно любого человека. и сегодня солнце светит для всех одинаково. И сегодня мы все дружно можем сделать свой планетарный прорыв в октябре месяце, просто доверяя процессам, которые происходят. Без осуждения, без критики, без собственных каких-то наложений старых шаблонов мышления. И вот когда мы позволяем себе завершить все старые программы, когда мы позволяем себе выйти в это новое, раскрывая его каждый день, то тогда да, мы все ощущаем этот большой сдвиг. В этом месяце уже неоднократно говорила, что будет помогать солнце и Венера пройти ретроградные какие-то моменты в своих жизнях, то есть будет идти возвращение, будут идти подтверждения ваших выборов, поэтому будьте внимательны, отслеживайте все эти процессы и принимайте себя нового каждый день. Вот и пообщались. Всем глубины восприятия собственной уникальности и свершения здесь в мире материи осознанно приятного радостного пробуждения и движения и уникального вознесения в едином и неделивом теплого мирного вечера всем на земле. отслеживайте отслеживайте Продолжение следует...